Начнем день с новостей. Меня зовут Анастасия Борисова. Здравствуйте. Ждите в этом выпуске. Режим ЧС в крае отменен. Гидрологическая обстановка в бассейне Верхний Аби стабилизировалась. Не лови рыбку из пруда. Теперь в Аби официально нельзя рыбачить. Как долго будет действовать запрет? Бизнес-идея в сфере сельского хозяйства сегодня представят студенты аграрного вуза в Москве. Что ждет начинающих агрария в случае успешной презентации проектов? Режим ЧС снят в нашем регионе. По сообщению главного управления МЧС России по краю, обстановка в бассейне Верхний Аби стабильная. Напомню, с 23 марта в регионе были потоплены 38 муниципалитетов. Это более 3000 домов и 8000 приусадебных участков. Силами спасательных служб с низменных участков откачано несколько сотен тысяч кубометров воды. Во всех потопленных населенных пунктах работники МЧС, в том числе прибывшие из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга проводят работы. Сейчас на всех водных объектах уровень воды уменьшается. И продолжаем выпуск. Ловить рыбу в Аби теперь нельзя. В крае ввели официальный запрет. Правда, только на время нереста. Эти меры необходимы для того, чтобы сохранить водные биологические ресурсы. График, когда и где именно лов рыбы запрещен, вы видите на экране. На водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования запрет не действует при условии, что добыча ведется с берега, без использования плавсредств. Отметим, в нерестовый период будут проводить регулярные рейды. Для мониторинга используют вертолет Ми-8 и беспилотники. Также с 20 апреля по 25 мая планируют создать оперативные штабы на рыбоохранных участках. И к другим темам. В крае стартовал региональный партийный форум «Единая Россия. Направление-2026». Первая площадка прошла в Бийске. На ней обсуждали развитие образования и формирование комфортной городской среды. Так, Людмила Мокрецова, ректор Бийского педагогического госуниверситета имени Шукшина, предложила начинать профориентацию с детского сада и поделилась успешным опытом вуза в этом направлении. Кроме того, сами жители Бийска предложили включить частный сектор в программу формирования комфортной городской среды. Следующая площадка состоится в Рубцовске уже сегодня. Партийцы обсудят социальную сферу. Дальше еще три площадки. В городе Барнауле проведем уже заключительный форум. Соберем воедино все предложения, которые поступили. Сформируем общую такую резолюцию, которую направим в Москву для того, чтобы была сформирована общая программа развития нашей партии. Большая проверка. Региональный Минстройтранс оценивает качество отремонтированного дорожного покрытия в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги-2017». Накануне специалисты побывали в Первомайском районе. Участок дороги Фирсова-Бобровка-Чаузова на рекане не вызвал. Всего в прошлом году на ремонт дорожной сети Барнаульской агломерации было направлено больше миллиарда рублей. В порядок привели более 30 участков на улицах краевой столицы, а также несколько дорог федерального и регионального значения. В рамках проекта также устанавливают светофоры и освещение. По прогнозам, такие меры помогут снизить количество мест концентрации ДТП в два раза. В 2018 году на ремонт выделили почти полтора миллиарда рублей, из них 765 миллионов федеральные средства. Отремонтируют 42 улицы в Барнауле, 8 в Новоалтайске и 5 дорог краевого значения. Это дорога в Павловском районе до Шахов, именно Комсомольский участок попал, Лебяжье. И новый мост, который мы три года откладывали, по различным причинам, он у нас немного не завершен. Нам осталось 4,5 километра как раз от Фирсовской развязки до соединения с федеральной автомобильной дорогой. В крае проходит проверку не только дорожное покрытие. Сотрудники Гостехнадзора оценивают, насколько сельхозтехника готова к посевной. Накануне инспекция Гостехнадзора посетила одно из крупнейших хозяйств в Ребрихинском районе. У Андрея и Константина Гудковых почти 5 гектаров пашни. В этом году на поля фермеры отправят 11 современных тракторов и прицепные орудия для обработки земли. Вся техника размещается на новой производственной базе. Это позволяет обеспечить ее сохранность и провести техосмотр в хороших условиях. Особое внимание комиссия уделяет прицепной технике. По словам специалистов Гостехнадзора, в прошлом году из-за неисправности машин и недосмотра главхозяйств произошло 10 несчастных случаев с механизаторами. В первую очередь обращаем внимание на состояние рулевого управления, тормозных систем, световых приборов, грязезащитных щитков, ну и других элементов конструкции, которые непосредственно влияют на безопасность эксплуатации машин. Пока опытные фермеры готовятся к посевной, начинающие аграрии работают над сельскохозяйственными бизнес-проектами. Сегодня группа студентов аграрного вуза будет защищать в Москве свой научный проект. Они попали в тридцатку финалистов Всероссийской игры «Начинающий фермер». Их работы выбрали из 150. С финалистами пообщалась Римма Минина. Накануне поездки в Москву на финал шестой Всероссийской игры «Начинающий фермер». Студенты аграрного университета обсуждали, какие были куплены билеты, как организовано проживание. За решением бытовых вопросов усиленно прятали волнение перед выступлением на конкурсе. И неудивительно, на кону участие в федеральной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров». Победитель игры получит грант на крупную сумму. При получении этого гранта мы можем воплотить в жизнь наш проект и приносить пользу обществу. А бизнес-проект начинающих фермеров Андрея Тагильцева, Анны Филимоненко и Алены Роговой весьма необычен. Они намерены разводить яков. Их мясо отличается повышенным содержанием железа, в котором особенно так нуждаются люди, ослабленные болезнями, стрессами и другими негативными факторами. Окупаемость данного проекта составляет два года. И уже получается, если мы будем в 2018 году реализовывать данный проект, то в 2019 году мы уже получим прибыль. Алтайских студентов решили поддержать опытные аграрии. Крестьянское хозяйство – партнер Михайловского района. Они готовы стать той площадкой, где студенты смогут реализовать свой проект. Захотел ты выпить чашку кофе, вышел на улицу, на природу, в 5 утра постоял, довольный, зашел обратно. Наша команда, в принципе, вся такого мнения и готова ехать и воплощать наш проект на село. Эти студенты, они на самом деле хотят заниматься сельским хозяйством. Это от проекта полностью их идея. И с нашей стороны оставалось только поддерживать их. Очень важно каждому человеку понять свое призвание. Точно так же, как рождается человек с талантом художника. И если он в село поедет, это будет странно. Вот эти ребята, которые создали команду и сделали свой проект, я думаю, что они просто родились именно с этим талантом. Поэтому я уверена, что у них все получится. Кстати, команда студентов сформировалась из представителей разных факультетов – аграрного, экономического, инженерного. И в этом, как считают их научные руководители Владимир Беляев и Людмила Соколова, заключается надежность и устойчивость проекта. Ну а получат ли в итоге алтайские студенты грант, станет известно 25 апреля. Римма Минина, Антон Червяков, новости. За окном плюсовая температура и, кажется, весна окончательно вступает в права. Наверняка жители края давно запаслись легкой одеждой. А вот как к потеплению готовятся животные? Моя коллега Евгения Князева побывала в краевом экоцентре и узнала, как встречают весну рептилии. Полтора метра в длину – 50 килограммов вес. Этими параметрами обладает среднестатистический человек. Однако мало кто задумывается, что таким же может быть и один из самых опасных хищников планеты – питон. Вот этот представитель фауны от своих собратьев существенно отличается. Знакомьтесь, кеша. Его длина целых 5 метров. Недавно, специально к весеннему сезону, он, что называется, обновил гардероб. В моих руках сейчас кожа тигрового питона Кеши. Ее длина, вы только представьте, достигает 5 метров. В среднем за один год Кеша меняет кожу два раза. Питон у нас живет год. Питание у него, можно сказать, усиленное. Как и в принципе на природе, он питается кроликами, курями и небольшими, так скажем, животными. Ну, относительно небольшими, которых он может поймать. Вообще питоны – это самые большие змеи. Вместе с 5-метровым хищником в террариумах Алтайского детского экоцентра живут серые и красные американские полозы, среднеазиатские, сухопутные и красноухие черепахи. А уже за пределами террариума расположились еноты, дикобразы и хорьки. Ну, а люба во всех посетителей сотрудников центра – макака-резус Анфиса. Ее из Казахстана привезли в экоцентр 12 лет назад. Очень нравится детям. Они ее любят самой смелой кормить, потому что от поведения этой нашей Анфисы можно ожидать все, что угодно. Некоторых она шапки отобирала, то есть носила, да, а некоторым вот бывало, что и расчесывала волосы. Вагдатсе говорят, что у Анфисы дикий нрав. Вот сейчас мы попытаемся ее покормить. Анфиса? Вот, ну не такой уж и дикий. Посмотреть, подержать в руках и угостить лакомством питомцев здесь разрешают даже самым маленьким посетителям. А чтобы моменты общения с животными надолго остались в памяти, с ними можно сделать фото. Маленький уголок дикой природы открыт с 8 утра до 5 вечера в Краевом детском экоцентре. Евгения Князева, Денис Кузьменко, новости. На этом у меня пока все. Хорошего вам дня.